После удара футболиста мяч весом 7 ньютонов движется со скоростью 14 метров в секунду. Определите силу удара, если удар длился 0,02 секунды. Мяч весом t равно 7 ньютонов движется со скоростью 14 метров в секунду. Нужно определить силу удара, если удар длился t равно 0,02 секунды. Нужно определить силу удара. При ударе, судя по всему, мяч приобрел ускорение от нуля до какого-то значения. За это время мяч приобрел скорость, мы можем говорить, что за это время мяч, за 0,2 секунды, у него было какое-то ускорение, он приобрел вот эту скорость. Ускорение мы знаем определяется таким образом. А равно v, конечная, минус v, начальная, делить на t. За время t произошло изменение скорости. Вот обновление значения во втором. И поскольку начальная скорость равна 0, можно в этом случае сказать, что а просто равно v, конечная, делится на t. В данном случае В, конечно, это вот эта скорость, которую мяч приобрел после удара. Теперь, согласно второго закона Ньютона, сила, которая была приложена к мячу, будет равна масса мяча умножить на ускорение. Ускорение у нас известно, масса тоже известна. Можем посчитать силу удара. Масса откуда узнаем? П равно МЖ. Отсюда М равно П делить на Ж. А тоже известно. Подставляем сюда все эти значения и получаем Ф равно. Вместо массы подставляем его значение П делить на Ж. Вместо ускорения, конечная скорость есть в 14 метров в секунду. И время у нас есть. Что множится на В делить на Т. Вставляем все значения. 7 Ньютонов. Или цена Ж. 9,8 метров за секунду в квадрате. Множится на скорость на 14 метров за секунду. И делится на 0,02 секунды. Давайте разберемся с этими всеми именовыми величинами. Будем работать с ними точно так же, как и работают с обычными участниками в всей этой дроби. Будет 7 Ньютонов. Что множится? 14 остается здесь. Метры остаются с ними. Секунды идут вниз. Множится на 9,8. Метры остаются в знаменателе. Секунды в квадрат идут в числете. И множится еще на 0,02 секунды. Что у нас получается? Секунды умножить на секунды. Это будут секунды в квадрате. И тут секунды в квадрате. Вот мы их и сократили. Метры. Метры тоже сокращаются. Остается что? Остается только Ньютон. Получаем. 7 умножить на 14. Это в Ньютонах. Что делится на 9,8. Что множится на 0,02. Мы получаем приблизительно 500 Ньютонах. Сила удара для того, чтобы мяч приобрел скорость 14 метров в секунду за 0,02 секунды с 2000 весом будет равна 500 Ньютон.